всем привет 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 а это снова я и мои вязальные дела в общем в общем я вам показывала как я перерабатывала свои нитки которых у меня было очень много и с которыми я не знала что делать я почитала ваши комментарии и в общем то сделала для себя выводы что я буду из них вязать и как я их буду утилизировать все эти нитки не новые все эти нитки это бывшие изделия изделия разное изделие которое я распускала в общем я навязала целую кучу клубков вот таких клубков которые я вязала цепочкой вот это обычная цепочка тут разные нитки но они объединены объединены одним это подобным цветом то есть я не люблю сильно меланжевые нитки но в принципе когда они похожи по цвету я это дело приемлю в общем я навязала кучу вот таких клубков из которых связала ковер который я надеюсь вы уже увидели какой у меня получился большой красивый ковер из так сказать распущенных этих негодных ниток в общем из отходов до из мусора но у меня остались некоторые в нитке которые мне не вошли в ковер это два вот таких клубочка один вот такой-то у меня осталось и таким цветом вязала в ковре есть такой цвет а вот этот розовый на такую более розовой да этот ниткой а это такой более розовый он небольшой и в общем то у меня эти нитки остались но нитки остались нужно же мне с ними что-нибудь делать я же не могу все это оставить на полпути у меня были черные нитки у меня есть черные нитки то есть я не планировала использовать черные нитки в ковер поэтому я из них ничего не вязала а сейчас я решила из них тоже навязать вот такую вот цепочку вот такая вот цепочка из черных ниток и решила стоя из этих черных ниток вот этой цепочки свяжу себе корзинку для хранения разных мелочей ну конечно не мелочей потому что она довольно таки большая я потом скажу какие у нее размеры в общем я начала вязать вяжу я узором каким узором столбик без накида вот начала я вязать с петли амигуруми вот но другой ниткой потому что эта нитка очень толстая она все равно не затянется я взяла обычную черную ниточку сложила ее так как для кольца на ней набирано набрала определенное количество столбиков стянула много я распустила несколько один столбик стянула много распустила еще один по моему здесь то ли то ли 6 то ли 7 по моему 6 столбиков у меня начало ну я начала вязать да вот такой вот вот такой вот круг стараюсь чтобы он был ровненьким это у нас наружная сторона а это у нас внутренняя сторона корзинки будет но черная корзинка понятное дело это скучно я решила связать ее полосатой вот как я это делаю то есть вот я связала у меня одна нитка закончилась нужно присоединять вторую которую я еще не связала до конца нужно мне связать большой клубок довязать нити которые у меня остались ну в общем вот один столбик один столбик без накида я провязала а следующий столбик без накида я добавила розовую ниточку я провяжу вот до вот этих пор розовой ниточкой а потом продолжу черной ниткой здесь у меня уже расширение не будет здесь у меня уже будет просто пола ну мы просто высота корзинке будет идти и таки вот образом я буду вязать я буду давать довязывать вот до определенного до определенного до определенного столбика messagingде определенной петли и дальше менять ниточки а вот ну а что получится я конечно же вам покажу надеюсь у меня получиться красиво какой она будет высоты я еще не знаю вот не так черных у меня в принципе много ну посмотрим ну я пойду поработаю а вам потом покажу результат всем привет 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 а я тут наконец-то закончила свои вязания и буду вам хвастаться в общем в общем черные нитки я не использовала для вязания ковра но они у меня были и после того как я связала ковер я решила мне нужно еще и черные нитки использовать я взяла собрала все черные которые у меня были там еще кое-что осталось но мне уже не нужно я использовала все мне больше не нужно я связала вот такую вот корзинку вот эти розовые ниточки у меня остались от ковра там был такой клубочек ну не очень большой я их вообще не использовала вот поэтому они у меня пошли на корзинку корзинка у меня получилась большущая такая знаете знатная здоровая классная для хранения вещей вот она вот такая в диаметре она наверное сантиметров ну наверное 30 может быть 35 значит я связала еще вот такие вот ручки чтобы ее можно было удобно поднять она очень толстая видите какое толстое вязание очень плотно она не падает единственная конечно я не мастерица я не умею там вязать так знаете прям прям все совсем одинаково старалась конечно но немножко вышла где-то более туго вязала где-то менее и поэтому немножко получилось здесь у меня такая впадинка небольшая вовнутрь но корзинка я довольна у меня была целая огромная коробка этих ниток на которой я тут пыталась все все пыталась их как-то использовать даже даже делала видео чтобы мне мои подписчики посоветовали что мне с этим делать и я благодарна моим подписчикам они мне подали хорошую идею навязать шнуров и уже эти из этих шнуров каких-нибудь изделий там было очень много пожеланий я всем очень благодарна но вот это вот навязать шнуров вот это мне понравилось больше всего во первых это подразумевало использование огромного количества ниток быстро а у меня нет времени играться допустим там с какими-то более мелкими изделиями и я в общем-то в общем-то пошла я на такой шаг я связала огромный ковер который весит четыре с половиной килограмма но зато красивый вот ну красивый и конечно же в моем понимании исходя из тех материалов которые у меня были да ну в общем получилось у меня вот такая корзина что хочу сказать вот в эту корзину у меня поместились все нитки которые у меня остались представляете сколько я не так истратила что они у меня все из коробки которая 62 литра еле-еле я ее закрывала теперь они у красиво у меня умещается вот в эту корзинку корзинка я очень довольна ее можно вот так за ручки взять как вязала обычно а что то мне тут такое как-то я ладно короче навязала я нет я все равно не понимаю я наверное просто зацепила как-то один один раз непонятно ладно уже распускать точно не буду в общем я навязала из черных ниток там видно да просто из черных ниток из обычных ну обычный черный цвет я из них связала дно обычно вот как мы вяжем плоское дно вот потом я подсоединила ниточку в розовую вот таким вот образом то есть вот здесь у меня вот я дошла до этого момента оставила вязание а здесь подключила розовую ниточку для того чтобы она у меня шла знаете не не полос но вот не не закрытыми такими вот кольцами а именно вот по спиральки и вот она у меня здесь закончилась вязала обычным столбиком без накида довольно плотно потом вот от серединки я ну вот не от серединки от того места где меняла ниточку я даже нет даже не так скажу и я вязала вот я вязала ряд розовый потом потом вслед за ним вязала черный потом опять розовый потом опять черный то есть два ряда вместе вязала потому что здесь же нельзя повернуться и вернуться да как мы если мы вяжем какой-нибудь просто полотно не круга они круговое вязание потом вот от этого места я здесь оставила себе маркер 76 петель у меня всего сумка я поделила у меня получилось 30 сколько там петель 30 ну да 36 петель 72 36 до 72 петли всего вокруг оставила 10 петель и чик не тронутыми а сверху провязала цепочку из 13 петель для того чтобы у меня получилась ручка а потом когда шла в следующий ряд я провязала его как положено то есть здесь 13 вот в этом месте 13 петель 13 столбиков а когда шла еще один ряд я провязала вот в этих вот центральных петлях я провязала по два раза два столбика из одной петли то есть здесь у нас 15 хотела еще да если не хотел сказать семь рядов семь рядов у меня розовых здесь я хотела сделать 34 а потом мне показалось будет немножко скучновато будет немножко мрачновато поэтому оставила вот так но это некрасивая сторона а теперь посмотрим красивую сторону там где без траблов ну вот такая у меня получилась корзина для хранения у меня тут конечно антураж ребята конечно мы собираемся складываем вещи у меня тут чемоданы все пакуются в очень короче в квартире полнейший безлод поэтому прошу прощения вон банки стоят не знаю ли их подружка заберет или их просто выброшу на помойку не знаю потому что я и дозвониться не могу она у нас прям неуловимая неуловимый джо но это я так отвлеклась короче вот такая у меня получилась корзина корзинке я довольно рада сейчас мне что-нибудь понакладываю пусть стоит главное она форму держит ладно она не падает так ну и остатки от ковра вот у меня осталось много ну как много вот кусочек зеленых вот кусочек вот этих фиолетовых красных голубых в общем кое-что осталось а еще у меня были такие нитки а это остаток от предыдущего коврика вот эти махровые ниточки вот такой кусочек остался вот уже сюда приладнала вот еще тоже это кусок от ковра это бежевая господи бордовая ниточка вот кусочек черных от сумки остался да короче у меня еще были разные нитки знаете вот которые и не туда и не сюда ну вот я собрала все нитки и вот связала вот такой кусочек это был вот такой крошечный клубочек такой зелененький это когда-то жилетка была я из него носки вязала ну а сейчас вот остался кусочек вот это тоже кстати красный этот ковра осталось и вот это осталось от ковра вот эти вот нитки это такие нитки они меланжевые они это я и я из них я я не ну как они были меланжевая просто к ним добавила еще синюю ниточку и получилась вот такая вот штуковина вот был кусочек был вот такой клубочек вот он у меня здесь вошел вот этот был тоже небольшой клубочек это тоже меланжевая нитка вернее она не меланжевая она окрашенная. Она коричневая, потом кусок белый, кусок коричневый, кусок белый, кусок коричневый. Но так как я их складывала в три штуки, ну, в три ниточки, получилось оно такое совсем рябое. Мне кусочка не хватило, добавила вот такую желтенькую сюда. Вот эта серенькая. Тоже валялся крошечный клубочек. Я все это дело переработала, и, в общем-то, у меня получилась вот такая штука. А потом я внезапно нашла еще один вот такой вот меланжевый, вот такой вот меланжевый, вернее, даже два меланжевых клубочка. Но я не стала их складывать, они чуть-чуть разные. Один синенький, а второй серенький. Я не стала их складывать вместе, я просто добавила разные нитки. Вот, добавила сюда синюю. Вот она, видно, синяя и серая, плюс меланж. И пошла вязать. Вот здесь такая вот фиолетовая она с блесточками. Не знаю, видно. Вот, наверное, здесь видно. Ну, короче, она с блесточками. Тоже сюда каких-то ниточек добавила. Вот тут голубенькая ниточка добавила. Ну, короче, в общем, добавила все, что можно было и связала вот такой вот, ну, насколько хватило. Вязала, насколько хватило. Смотрела я нитки. Я не подбирала по рисунку нитки, чтобы они там как-то сочетались, потому что в принципе оно не сочетаемое. Поэтому я начала вязать вот с этого серого. Это тоже был такой небольшой клубочек серый-синий. Я их так, ну, такую клубочку валялся, так я их и связала. Мне нужно было, чтобы хватило вот на вот этих 12 столбиков. А мне хватило еще на какое-то количество. Потом продлила этим зеленым. Потом еще одним зеленым. Потом еще одним зеленым. Ну, короче, в общем, по количеству ниток, видите, здесь маленькие клубочки ушли, потому что вот здесь, вот здесь, вот раз, два, три, четыре, четыре клубочка. Вот пять клубочек. Вот шесть клубочек. Вот семь, восемь. Ну, в общем, вы меня поняли, да? То есть, чем больше ниточек, тем я больше оставляла на более длинные ряды, на более такие вот. А это я просто поздно вспомнила, поэтому вот вставила сюда вот этот буквально. Вот два столбика из него связалось. Ну, в общем, ладно. Получился вот такой ковер. А вот это, кстати, вот это, кстати, розовая ниточка. Вот у меня на сколько ее хватило. Вот именно, именно обвязать, на обвязочку чуть-чуть. Это у меня то, что осталось от корзинки. Вот эти розовые ниточки, которые у меня это бледно-бледно-розовое. Вот эти чуть светлее, а вот эти чуть темнее. И получился у меня вот такой коврик. Знаете, совсем в бабушкином стиле Знаете, когда бабушки раньше вязали Из каких-то старых халатов Такие вот разные Дорожечки, такие разные коврички Накидушки, на стульчики Вот, ну вот у меня Получился вот такой ковер И я подумала Белая плитка, белая ванна Белая шторка Белое, все белое И вот это такое яркое пятно на полу Я думаю, будет очень прикольно В общем, получилось у меня два коврика Один я вам уже показывала А один вот еще вот такой Но я рада, я закончила, я покончила Наконец-то с этими нитками Апсайклинг у меня получился, конечно, очень крутой Но остались такие нитки, знаете, очень яркие И которых у меня немножко Я оставила их, знаете, на всякий случай Я бывает вяжу что-то Бывает что-то, ну, не вышиваю А где-то нужно в каких-то мягких игрушках Чего-то нужно добавить Поэтому я их уже не трогала Там ярко-роузовые Ярко-оранжевые Ярко-зеленый Такий салатовый цвет Такой, знаете, кислотный Ну, вот такие яркие-яркие цвета оставила Еще у меня есть шелковая ниточка Очень красивая, голубая Она немножко меланжевая Но оно все там в сине-голубых тонах Я, может быть, еще свяжу себе По типу моего ковра Только подлиннее Коврик у меня такой овально-кругленький А я хочу такую дорожечку на стол Но это я уже буду смотреть, какой у нас будет стол Либо я свяжу круглую, либо я свяжу вот такую длинненькую На продолговатый стол Вот такое вот разное Ирис остался красный Ирис остался зеленый Такой темно-зеленый Ну, в общем, разные Хлопковые какие-то ниточки остались Ну, такое совсем немножко осталось И потом, знаете, такие нитки у меня остались Их очень много Нужно еще придумать, что с ними делать Знаете, такая травка У меня есть голубая травка Их 10 моточков По 30 граммов Там, по-моему, 50 метров в них А еще осталась очень красивая Ярко-голубая нитка Она такая ленточная Не ленточная А она, знаете, она внутри вот типа полая А сверху, ну, такая вот Я даже не знаю, как чулок, да Но она очень тоненькая В общем, короче Я рада У меня теперь будут два прекрасных коврика На смену в ванну Вот, он очень легкий Он весит, ну, может, грамм 300 весит Ну, такой он совсем легенький А так как здесь мало шерстяных ниток Здесь в основном все акрил Вы знаете, да, он сохнет очень быстро Буквально стекло и все Ну, в общем, в общем, вот так Я рада Я очень довольна У меня осталось очень мало ниток Ну, нужных Вот, а всю вот эту ерунду, которая валялась Я все полностью истратила Все полностью превратила в нужное изделие Ну, все, на этом я заканчиваю Но прежде чем мы закончим Я же принесла еще один коврик Который я связала перед этим Он был пробный вариант Я думала, он намного меньше А он буквально совсем Совсем на чуть-чуть меньше Чем этот синенький Ну, в общем, да Получилось у меня два вот таких коврика Корзинка И большой ковер Я рада Вот, ну все А теперь уже точно заканчиваем На фоне моих, так сказать, изделий Вот, желаю вам тоже вдохновения Я надеюсь, я вас смотивировала На использование старых ниток Пользуйтесь Не храните это все Господи, никогда они вам не понадобятся А понадобится какой-то моток Пойдете себе купите один И свяжете из него все, что вам нужно Не храните вы это годами Лучше используйте Лучше пусть оно лежит в изделии Можно кому-то подарить Можно самому пользоваться Ну, в общем, у кого есть дача Это вообще шикарная тема на дачу Вот, ну все Занимайтесь рукоделием Я это дело страшно, как люблю Все, на этом прощаемся Желаю вам всего-всего-всего Самого-самого наилучшего Всех обняла До нового следующего видео Которое выйдет очень-очень быстро Все, всем пока-пока-пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok